всем доброй ночи друзья мои хоть сегодня была очень загружена думала может быть завтра сниму но поскольку я обещала вам сегодня снять эту работу вот снимаю сегодня как и обещала итак эту чистку я назвала ведьмин котел потому что ну во первых я провожу такие чистки с котелком разным и такие вот висячим котелком и обычным вы можете провести эту чистку ой подчернила чуть-чуть но ничего страшного с обычной ну может быть там кастрюлькой маленькой может быть тоже котелком если у вас есть если у вас есть вот такой котелок отлично если нет значит можно просто тренок эти три ножки есть покупаются сверху ставите и зажигайте внизу источник огня то есть можете вот свечу такую маленькую и специально продают какие-то такие штучки как мини камень какой-то или что там как называется не помню но одним словом источник огня можете на газовой плите это сделать лучше конечно на газовой плите они на электрической потому что здесь нужен живой огонь для этого ритуала вам понадобится полынь трава она не здесь это не полынь вот внутри котелка вода крупная соль желательно крупная но если нету можете обычную соль вот крупная морская соль огонь огонек доводите до кипения сейчас объясню для чего это нужно доводите до кипения вот пока еще это готовится то есть пока еще кипит как пока варится это колдовское зелье объясню что и как нужно делать далее берете шерстяную нить черную нить сейчас секунду и вам нужно вот на четыре такие отрезка то есть четыре кусочка рвать не резать 4 связываете один с другим таким образом так все секунду вот отлично еще нужно связать вот эти четыре связки знаете здесь не очень устойчиво два раза сделаем узелок здесь дело не в узел не в узелках поэтому здесь неважно главное чтобы они держались вот 4 это символизирует четыре стороны вашего дома и узелковая магия сильная магия но не примитивные кустарные там работы кустарный метод а именно вот такие вот на основе древних знаний на основе древних знаний сейчас секунду вы как привязываете эту силу и закрываете здесь в этом кругу так вот она начинает кипеть там уже один раз кипела просто я второй раз делаю чтобы вам показать так что она там уже готовая иногда бывает что ваш дом приезжают гости остаются не всегда эти гости положительные люди но иногда вы как бы ну вежливо относитесь потому что это могут быть друзья близкие люди и так далее и после их ухода могут быть ссоры могут быть знаете нехватка денег какие-то проблемы и на ровном месте такая ненависть между супругами дети начинает ссориться это первый вариант далее бывают моменты когда мы приводим извне из внешнего мира все отрицательное все плохое тащим свой дом свою крепость и это злая энергия оседает в семье в доме опять же начинаются ссоры безденежье болеют все могут кошки собаки болеть какая-то ходьба дома какие-то нехорошие сны и прочее тоже значит накопилась злая энергия иногда у вас все хорошо в семье и вокруг ненависть к вашей семье зависть и через некоторое время вы начинаете замечать что у вас много появляется непредвиденных расходов много ссор проблемы мелкие большие разные в доме в каждом из нас даже за короткое время может накопиться черная злая энергия потому что мы все люди мы живем в обществе мы не живем где-то обособлено чтобы знаете никого не видеть не слышать ничего с нами не происходит нет нам могут завидовать мы сами можем где-то забрать эту злую энергию иногда бывает что наши друзья подруги начинают жаловаться на свою жизнь и мы как губки впитываем эту вот боль их проблемы потом начинается у нас нехорошая череда всяких проблем и прочее одним словом время от времени вам нужно чистить свой дом и так друзья мои вот начинает когда кипеть нужно кинуть туда соль определенное количество что-то прям специально нет там какого-то обмерителя сколько там надо еще чуть-чуть вот морская соль далее вот это вот этот узелок который вы создали на вот смотрите видите он плохо держится надо чтобы чтобы сильно держалась вот нормально все вот этот узелок надо вот так вот вот так сверху просто кладите чуть-чуть чтобы она там вместе с этим всем находилась и так начинает кипеть бурлить я здесь не буду сейчас до бурления доводить я тоже считаю что мне тоже иногда время от времени надо бы провести чистку это очень даже полезно но вот начинает кипеть и нужно сверху 4 раза прочитать заговор прочитали 4 раза заговор значит если у вас такой источник огня ну можно погасить вот так каким-то образом если у вас газовая плита просто отключите оставьте дайте остыть остыть до того состояния пока можно вынести и вылить значит это вытаскиваете этот узелок отдельно куда-нибудь положите пока на время это выносите и выливаете за ворота из дома за ворота вообще если у вас частный дом если у вас квартира значит можете вот это содержимое перелить в какую-нибудь баночку выйти нужно провести в темное время суток но это не обязательно ночь это может быть вечер это может быть не темная ночь когда еще оживленные там люди ходят собаками гуляют и так далее можете потихоньку там вынести вам не нужно литр воды налить и кипятить понимаете вы можете там грамм 100-200 воды сделать в этой воде все это провести поэтому это будет не так уж прям трудно вынести и вылить значит спускайтесь на лифте вниз выходите и вот у вас там наверняка возле здания всегда там есть какие-то там маленькие там сад маленькие кусты не знаю деревья и вон туда вот вылите быстренько так вылите эту емкость можете просто собой забрать и выкинуть мусорку и не заносить домой приходите когда вылили там нужно сказать определенные слова скажу что после приходите вот этот узелок прячете не нужно ни в какой мешочек ни во что заворачивать но прячете прям вот возле входной двери можете под коврик но коврик должен быть у вас который внутри дверей то есть с внутренней стороны в доме коврик если коврик у вас есть в доме там внутри дома то можете под коврик положить но желательно спрятать спрятать так чтобы никто не увидел никто не вытащил и так далее этот узелок будет связывать эту силу и не пускать в ваш дом я надеюсь все поняли что даст эта чистка атмосфера в доме оздоровится прекратятся ссоры прекратятся денежные расходы ну расходы они всегда есть имеется ввиду вот возникшие из ниоткуда тревога внутри нехорошая атмосфера все это прекратится станет более здоровое состояние здоровая атмосфера и так начнем в вода кипит закипает все зло из дома собирает зло в ведьмином котле бурлит кричит извивается мой дом от зла очищается слезами солеными плачь зло кипи закипай растай исчезай духи дома гоните зло в этот котелок бейте злую силу гоните со всех углов со всех чуланов хватайте ведите котлу ведьмы их приведите одно ко второму второе к третьему третье к четвертому соберись вся сила зла в один круг сгинь истребись от старых и от молодых нет тебе в этом доме ни места ни полуместа иди зло на бездонные извиняюсь на безлюдные дали на бесплодные земли где люди не ходят где кони не бродят где птицы не летают заклинаю 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 вода кипит закипает все зло из дома собирает зло в ведьмином котле бурлит кричит извивается мой дом от зла очищается слезами солеными плач зло кипи закипай растай исчезай духи дома гоните зло в этот котелок бейте злую силу гоните со всех углов со всех чуланов хватайте ведите котлу ведьмы их приведите одно ко второму второе к третьему третье к четвертому соберись вся сила зла в один круг сгинь истребись от старых и молодых нет тебе в этом доме ни места ни полуместа иди зло на безлюдные дали на бесплодные земли где люди не ходят где кони не бродят где птицы не летают заклинаю 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 вода кипит закипает все зло из дома собирает зло в ведьмином котле бурлит кричит извивается мой дом от зла очищается слезами солеными плачь зло кипи закипай растай исчезай духи дома гоните зло в этот котелок пейте злую силу гоните со всех углов со всех чуланов хватайте ведите котлу ведьмы их приведите одно ко второму второе к третьему третье к четвертому соберись вся сила зла в один круг сгинь истребись от старых и молодых нет тебе в этом доме ни места ни полуместа иди зло на безлюдные дали на бесплодные земли где люди не ходят где кони не бродят где птицы не летают заклинаю 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 вода кипит закипает все зло из дома собирает зло в ведьмином котле бурлит кричит извивается мой дом от зла очищается слезами солеными плач зло кипи закипай растай исчезай духи земли гоните зло в этот котелок бейте злую силу гоните со всех углов со всех чуланов хватайте ведите котлу ведьмы их приведите одно ко второму второе к третьему третье к четвертому соберись вся сила зла в один круг сгинь истребись от старых и молодых нет тебе в этом доме ни места ни полуместа иди зло на безлюдные дали на бесплодные земли где люди не ходят где кони не бродят где птицы не летают заклинаю 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 а после сделайте то что я вам говорю откупаться в этом ритуале не стоит потому что те силы которые вы призываете они как раз питаются энергией которую они хватают вытаскивают забирают и выгоняют из вашего дома хочу вам объяснить что есть внегласный закон созданные миллиарды лет до нас поэтому мы не знаем когда и почему но есть внегласный закон в мире духов мир людей это отдельное измерение мир духов совершенно иное и поэтому они имеют право вмешиваться в вашу жизнь помочь вам отомстить вашим врагам защитить вас и так далее только в тот в том случае если вы просите вы позволяете вмешаться в этот процесс конечно есть случаи когда сила рода либо хранитель человека сильный и он помогает и такое есть но в основном киса в тех случаях в которых человек должен сам попросить он должен дать добро чтобы они вмешались и поэтому когда вы позволяете когда вы говорите хватайте заберите эту силу зла и выгоните из моего дома вы им даете дозволение вы им позволяете вам помочь и вот это есть их откуп в этом случае они питаются той энергией которую вас в доме соберут и вынесут желаю вам удачи и всех благ